Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь, я в своём вопросе буду касаться мышления. Я понимаю, что причина вашей проблемы, ваша проблема, она глубже находится. Она находится, скорее всего, в уподавляемой злости. Потому что несправедливость, чувство несправедливости такое, которое вы описываете, да? Чувство несправедливости, это больше про оправдание. То есть вам, условно говоря, для чего нужна оправдание. Несправедливость – это про оправдание. Оправдаться для того, чтобы на счёт иметь право. Вот, на счёт иметь право. Вы, ну, вы хотите, вы в данном случае пытаетесь, ну вот, да, на счёт иметь право, на счёт получить право. Вот. Ну а что вы пытаетесь получить право? Вопрос – это остается открытым. Я думаю, что вы пытаетесь получить право на какое-то быть. Право на то, чтобы быть. Вот. Ну, в итоге, в итоге получается, что вы просто просите разрешение. Да? Просто, просто, просто просите разрешение у людей. Вот. Быть. Запрещая себе злиться на того, кто ранее на вас кричал, и на кого вы не позволяли себе выражать и проявлять чувства. Вот. Вы переносите это на других людей. Итак. Не умею справляться с чужим негативом, хамством, как быть. Что значит справляться? То есть, это вопрос личных границ. Это вопрос личной мотивации. Если я как-то действую, я действую, потому что мне так кажется важно. Мне так кажется нужно. Мне так кажется ценным, то, как я действую. Таким образом образуется уверенность в себе. Если человек не четко видит мотивацию, ну, просто вот, не четко он ее видит, да, то, естественно, ему становится сложно и ему требуется какое-то подтверждение от других людей. Подтверждение своей ценности, своей важности и так далее. Поэтому что значит справляться с негативом и хамством? Я немного чувствительно. Что это значит? Что значит немного чувствительно? Немного чувствительно это значит, что вы как-то реагируете, но не совсем понимаете как. Немного чувствительно это значит, что в качестве реакции на какие-то события, на какие-то действия с стороны других людей, вы реагируете другими чувствами, другими, не совсем подходящими под те события, под ту ситуацию, в которую вы попадаете. Я бы так сказал тут. Поэтому чувствительность это просто наличие других чувств у вас, которые не совсем подходят под ситуацию, скажем так. Вот что такое в данном случае чувствительность. То есть это эпизод, в котором событие предполагает не те чувства, которые вы испытываете. Вы к этому событию, вы к этому событию испытываете другие чувства. Они другие, не такие. Вот что такое чувствительность, ну в данной ситуации. Вы пишете со всеми, пытаясь общаться доброжелательно, что это значит. Доброжелательность может восприниматься по-разному. Это очень оценочная история. Очень оценочная история. Вежливость может восприниматься как навязчивость. Доброжелательность может восприниматься как некое давление, напор. Что такое доброжелательность. Очень часто сталкиваясь с чужим негативом. Пишите вы. Ну во-первых, что есть негатив. Во-вторых, как он на вас влияет. Это очень важно. Потом думаю об этом переживаю и порой мне стыдно за себя. Но это опять же связано в какой-то степени с тем, на мой взгляд, что вы не совсем ту мотивацию имеете в диалоге, которую вы транслируете. Как бы. Понимаете, в чем штука. Отсюда такое вот переживание. Часто обдумываю свои слова и поведения в таких ситуациях. Пишите вы. Ну вот этот момент, он на мой взгляд, конечно, интересен. То, что вы обдумываете свои слова, да? То есть вы свои слова, получается, пытаетесь оценить. Да. То есть вы делаете ставку на оценку. Например, недавно набралось смелость и решила доброжелательно поговорить с человеком. А чего вы боялись до этого? Что значит доброжелательно? В ответ меня хамили. Опять же. Когда человек боится у другого, это может вызывать агрессию. Мне было стыдно для себя. Да, это история про обесценивание мотива поговорить. Вот. И про смешение мотивационного вектора. Когда человек говорит вроде бы об одном, а на самом деле его цель в другом. Я думала, зачем вообще я предприняла какие-то попытки поговорить. Мне нахамили. То есть здесь я как бы в слабой позиции, да, позорен, а человек в силе. Опять же, эта история про вашу мотивацию. То есть если вы, грубо говоря, ставите на окон свою неопозоренность, то человек может отреагировать как угодно. Вы же пытались поговорить, пытались подтвердить свою ценность. Иногда пропадает мотивация меняться, развиваться на оценку после таких случаев, что говорят о том, что вы ориентированы на других людей, а не на себя. Когда на меня кричат, я начинаю плакать. Это история про подавленную злость на того, кто кричал на вас в ранние периоды вашей жизни. В таких ситуациях у меня проследуются мысли, что это несправедливо, не заслуженность. Это оправдано, с одной стороны, и такое вот проявление вашей ценности, любви к себе с другой, только деструктивное. Скорее у меня детская позиция, но как бы не принимать близких связей? Отразумевать взрослую позицию. Взрослую позицию и осознанность. И осознанность. Это психотерапия, Дарья. Это психотерапия. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что посмотрите. Если мне нет у меня есть смартфона, вы можете посмотреть на видео и кричите plugin, Продолжение следует...